Что будет, если мы возьмем и полосу трикотажа, вот сложим примерно где-то так. Казалось бы, ну что, кто только не играет с бумагой, а получится вот такой вот топ. Вот посмотрите, как он выглядит, такой изящный, красивый. Он называется топ-бабочка. И он, может быть, на картинке кажется таким сложным, но это на самом деле простая конструкция. Вот такую, которую я вам сейчас показала. Это тоже топ-бабочка. Вот на моей подруге. Разная пряжа, в разное время. Топ-бабочка. Что сделала моя студентка Анитра Тома из Латвии? Она удлинила бабочку. Смотрите, вот здесь у нас низ изделия, там же, где рукава. А у нее есть удлинение. Вот оно, смотрите. И это уже получается туника, может даже быть платье. Вначале у Анитры была бабочка короткая, вот вы видите, а потом она стала длинная. И рукав не удлиняется. То есть, если бы мы тут захотели удлинить, то у нас бы и рукав удлинялся. А ее решение, оно такое, что рукав остается удобным, а сама длина увеличивается. Посмотрите, какие красивые, разные бабочки связала Анитра. Она и кофты вязала, она играла и цветом, и карманы, и капюшоны для себя, для дочки, воротники. Сколько у нее фантазии. Я приглашаю вас к творчеству. Вот стать на какое-то время ребенком, отключить критика и поиграть с бумагой. Потом пойти взять свои нитки к вязальной машине и что-то попробовать. Ведь иногда интересное решение кроется просто, ну вот, в переносе шва сбоку на перед, на спинку. Какие-то полосочки. И уже смотришь что-то другое. Можно взять свою вещь и просто ниточку проложить. Вот проложить ниточку, и потом, когда вы уже смотрите, как это выглядит, то это получается что-то интересное и необычное. Вот, посмотрите на это платье. Я предлагаю просто поиграть.